Продолжение следует... Тема моего доклада. Скажите, пожалуйста, все, я думаю, много разработчиков, да? Вы всегда довольны кодом, который вы пишете? Есть такие люди, которые всегда прям довольны результатом своего труда? Видимо, нет. Ну что ж, уже неплохо. Так вот, часто во время работы мы попадаем в определенные рамки. Ну, как правило, это какие-то ограничения по времени. И эти рамки не позволяют нам сделать все так хорошо, как нам хотелось бы, правильно? И, соответственно, у нас накапливается некоторый технический долг. Где-то мы там не провели рефакторинг, где-то немножко не поправили архитектуру кода. В результате, как бы, всегда в голове зреет такая мысль, что, возможно, в следующий раз будет лучше. И следующие проекты точно сделаю так, как надо, да? Ну и, соответственно, как обычно мы себе представляем работу в новом проекте? Ну, это что-то современное, что-то модное, основанное на последних разработках, актуальных фреймворках. Возможно, даже какие-то из них еще релиз-кандидаты. Ну, поскольку мы все-таки разработку делаем не моментально, то к тому времени, как мы выпустим продукты, они уже будут в продакшене. Мы используем современные методологии, нам знакомые понятия Agile, Scrum, XP, тдд, бдд. И, соответственно, подобные же требования у нас предъявляются к продукту, который мы как бы хотим выпустить. То есть это, ну, очевидно, что-то, опять же, модное и современное, качественное. Теперь немножко опускаемся. Вот, а, к сожалению, ситуация зачастую бывает немного иной. То есть, ну, хорошо, действительно, если у нас есть возможность сделать какой-то свой продукт, если у нас есть финансирование, достаточно для этого времени. Но зачастую, скорее, если так вот следовать этой аналогии, оказывается, что мы работаем не на крупном каком-то предприятии автоматизированном, а скорее в автосервисе, в который зачастую приезжают автомобили. Ну, хорошо, если 2000-го года выпуска с небольшим налетом ржавчины, скажем так, на корпусе. Вот, туду, кстати говоря, актуально из одного проекта. Собственно, я думаю, многие видели подобное в чьем-то коде. Собственно, речь пойдет о поддержке чужого кода. Как я не так давно понял, на самом деле я становился камнем преткновения для многих разработчиков. Уж не знаю почему. Но многие как-то сразу, скажем так, выглядят паникашами, когда говорят, что им придется быстро разобраться в каком-то чужом проекте. Окей, начнем. Унаследованный код. Собственно, о, так, мне тут немножко обломали анимацию. Я просто делал в Google Docs, у меня пункты должны были по очереди появляться. Ну ладно, будем так рассказывать. Окей, что такое унаследованный код? Ну, самый простой вариант – это код, доставшийся нам в наследство от других разработчиков. Эта формулировка на самом деле не несет себе вроде как ничего гибельного. То есть это может быть действительно хорошо написанный, хорошо структурированный код. Да, возможно, нам придется разобраться с ним, какое-то время потратить на то, чтобы понять все замыслы этих людей, которые писали его до нас. Но в целом это может быть достаточно простым и приятным делом. И технологии могут быть хоть и немного устаревшими, но еще не утратившими актуальности. Но, к сожалению, реальность иногда бывает более суровая, и нам достается то, что называют спагетти-код. То есть код плохо структурированный, с неправильной архитектурой и очень сильной связанностью между компонентами. Есть такая книга, Майкл Физерс, называется «Эффективная работа с унаследованным кодом». И там приводится третье определение. То есть там сказано, что унаследованный код – это код, не покрытый тестами. Но, опять же, лично я не готов полностью согласиться с этим определением, потому что все-таки, на мой взгляд, первое определение тоже вполне достойно. Но в то же время это достаточно важное определение, и мы к нему чуть попозже вернемся. Ну и последняя характеристика унаследованного кода достаточно важная. Как правило, нам в работу достаются коды, которые нужно поддерживать или развивать не просто так. Это уже работающий код, он приносит деньги или какую-то другую выгоду его владельцу. То есть определенно в нем есть уже какой-то потенциал. Собственно, чем он плох? Ну, ничем, потому что, как уже сказано, он приносит деньги, но проблемы появляются, когда нам нужно его как-то модернизировать, вносить в него какие-то изменения. Собственно, Django иллюстрирует то, как в этот код зачастую вносятся изменения, и я думаю, всем понятно, к чему это может привести. Здесь как раз стоит вспомнить определение Fizzers про код, не покрытый тестами. То есть часто получается так, что если в нем не внедрено тестирование в достаточной степени, то в результате какое-то небольшое изменение может привести в итоге к значительным проблемам и даже каким-то образом порушить систему. Пойдем дальше. Почему же нам, собственно, нужно вносить какие-то изменения в код? Ну, во-первых, понятное дело, это исправление багов. То есть, ну, я думаю, опять же, вряд ли кто-то делал продукт, с которым не было ни одного бага. Более того, некоторые баги, они выявляются не сразу, а со временем. То есть это либо, ну, в результате плохой архитектуры или плохого планирования крайних условий каких-то. Что еще? Расширение функциональности. Ну, я думаю, здесь все понятно. Если у нас продукт не один на рынке и нам требуется как-то соответствовать запросам потребителей, то нам нужно реагировать на какие-то решения конкурентов, например, вводить новые фичи. Ну, и, собственно говоря, как-то показывать, что мы развиваемся. Ну, и последнее, наконец, это оптимизация ресурсов. Когда нужно проводить оптимизацию ресурсов? Ну, для, скажем так, небольших и для средних проектов, в принципе, это не самый критичный момент. То есть зачастую бывает проще просто расширить ресурсы за счет железа. Но для крупных проектов это может оказаться очень важным. Тут, я думаю, можно вспомнить, недавно на Хабре, может быть, читали, была статья про Баду, который утверждает, что за счет перехода на PHP 7, да, они там сэкономили какое-то дикое количество миллионов долларов. Потому что им не только не потребовалось закупать новые сервера, но и, в принципе, они могут остаться на тех, на которых они сейчас работают еще какое-то время. С чем сталкивается обычная разработчика? Да, чужой код. Первая мысль – надо все переделать. Ну, действительно, зачастую кажется, что чем разбираться в каком-то непонятном коде, сложно структурированном, с кучей вложенных условий. Проще посмотреть внешне, как он работает, то есть, естественно, к нему как к какому-то черному ящику, и по-быстрому переписать. Ну что, начнем? Собственно, какие у нас здесь могут быть проблемы? Кто будет переписывать этот код? Ну, хорошо, у вас есть команда, да? Эта команда сможет одновременно поддерживать старый код и писать новый? Ну, в принципе, да, сможет, но, к сожалению, это, как правило, чревато потерей функциональности, потому что людям придется переключаться между двумя разными контекстами. Ну, для примера могу привести, что… Вот, я не знаю, тут PHP-разработчики есть? Или только .NET? Хорошо. Вот в PHP есть несколько способов для работы с базы данных. Есть, к примеру, доктрина, а есть, например, и активрекорд. И вот я лично пару раз делал баги, потому что работал с тем и с другим, и банально, в одном случае Find возвращает коллекцию записи, а в другом случае Find возвращает только одну запись. Ну и все. Я случайно, грубо говоря, не там писал, не там, где надо писал не то, и получал ошибки в результате непонятные. Окей, хорошо. Давайте тогда попробуем пойти другим путем. Полностью прекратим поддержку старого кода. Собственно, зачем нам его поддерживать, если мы уже знаем, как мы будем разрабатывать наш новый продукт и готовы в какой-то кратчайший срок уже представить работающий результат. Тут тоже есть небольшая проблема. Результат-то, может быть, и будет, но вряд ли очень скоро. То есть если система даже средних размеров, то для того, чтобы довести функциональность до аналогичной уже существующей, может потребоваться несколько месяцев, хорошо, если не лет. И, соответственно, в это время, если мы прекратим поддержку старого продукта, мы можем остать, опять же, конкурентов, о чем я уже говорил. То есть мы не сможем как-то реагировать, мы не сможем исправлять баги. Окей, хорошо. Тогда последний вариант. Мы можем взять две команды разработчиков, одних посадить на поддержку старого продукта, другие будут заниматься развитием нового. В принципе, вариант рабочий, но он тоже имеет некоторые побочные эффекты. То есть разработчики, которые будут заниматься новым продуктом, им все равно придется общаться с разработчиками, которые занимаются старой версией, потому что не всегда документация, к сожалению, полностью рассказывает нам о бизнес-логике, заложенной в проект. Собственно, что тут можно сказать? Есть один достаточно известный пример того, когда люди пытались все переписать. Помните такой? Собственно, я не буду зачитывать цитаты, если хотите, можете прочитать. Суть в чем? В определенный момент Netscape составлял достаточно неплохую конкуренцию Explorer. Но в один прекрасный момент они немножко отстали. У них там было в разработке в текущей, по-моему, пятой версии много багов. И вот в 98-м году, да, уже достаточно давно, они решили написать шестую версию с нуля. В результате шестая версия вышла уже в 2000-м году, и они уже на тот момент существенно отстали от Internet Explorer по просто уровню захвата рынка. В результате Netscape помучился еще немного, и в 2008-м году окончательно умер. Ну, что еще хочется сказать? Есть такая книжка, автор Фредерик Брукс, «Мистический человек месяц». Книжка старая, 1975-го года, но, в принципе, многие мысли в ней до сих пор актуальны. Там есть такое понятие, как эффект второй системы. То есть в чем суть? Когда мы разрабатываем первую систему, мы, как правило, чем-то ограничены, опять же, ресурсами. Когда мы пытаемся уже потом сделать вторую систему, можно сказать, с нуля, мы пытаемся поместить в нее все то, что нам как бы хотелось поместить в первую систему. В результате вторая система выходит перегруженной. Ну, собственно, если порыться в истории, то можно выяснить, что даже крупные корпорации нередко попадали под действие этого правила. Такие вот как Borland, Microsoft. Собственно, продукты, которые они пытались выпустить, мы уже, наверное, не услышим, но можете погуглить, поискать. Информации много. Собственно, что же делать? Вот если не переписывать все с нуля. То есть мы получаем проект в доработку, например, или в развитие, в поддержку. Как допустить наименьшее количество, скажем так, ошибок при работе с ним? Ну, во-первых, нужно собрать информацию. Тут вроде бы как бы все достаточно просто, но начать нужно с документации. Да, хорошо, если у вашего проекта есть ТЗ, если есть какие-то UML-диаграммы, которые показывают, как он должен работать, если… Ну да. Сейчас убил смысл секунду. В общем, хорошо, да. Может получиться так, на самом деле, что все равно эта информация будет не совсем актуальна, потому что практика показывает, что, как правило, изначально ТЗ составляет более-менее полным, а потом уже в процессе изменения в него могут и не вносить. Соответственно, система может работать уже немного иначе, чем было написано. Ну, в то же время, да, бывает проблемой даже достать какое-то изначальное ТЗ. Второй точек информации – это существующий по системе баг-трекер и task-менеджер. То есть, ну, тут, по крайней мере, мы можем, а, узнать о имеющихся проблемах, б, немного отмотать назад историю и понять, что в каком порядке вводилось в эксплуатацию. Третий пункт – это, собственно, владелец продукта. Он, как правило, достаточно спокойно относится к тому, чтобы поделиться информацией своим видением о продукте, но, опять же, нужно учитывать то, что его видение, оно несколько идеализированное и может отличаться от реального. Более реальное видение у разработчиков проекта, но, к сожалению, к предыдущим разработчикам не всегда есть доступ. Ну и последнее, самое надежное, наверное, надежное источник информации – это код. Код может быть проблемным, но так или иначе, вся логика зашита в нем. Соответственно, ну, можно использовать какие-нибудь средства автоматической документации, чтобы, по крайней мере, как-то это попробовать упорядочить на уровне методов, классов, всего такого. Собственно, что дальше? Дальше я говорю, что я все-таки веб-разработчик, поэтому то, что я буду говорить, скорее относится именно к вебу. В других вещах я, честно говоря, не силен, там, возможно, будет немножко отличаться, но, я думаю, суть все равно примерно та же. То есть в каком порядке следует работать с кодом? Во-первых, если проект до сих пор не использует систему контроля версии, нужно обязательно ее ввести в эксплуатацию, потому что всем будет проще жить, если вы сможете в любой момент откатиться на какой-то предыдущий релиз или посмотреть, какие изменения были сделаны в коде. Второе, что следует, это как следует изучить окружение боевого сервера, потому что, ну, если вы этого не сделаете, опять же, вы не сможете правильно развернуть тестовую площадку или локальную какую-то версию, и потом будут возникать проблемы, типа у меня же работало, да, в продакшене почему-то не работает. Ну, достаточно часто встречающаяся, на самом деле, проблема. Ну, а когда вы изучите уже окружение, то, пожалуйста, там Vagrant, Docker, все что угодно. И последнее, что, на мой взгляд, стоит сделать, это внедрить в какую-нибудь систему Continuous Integration, просто чтобы спокойно все это релизить и прогонять тесты, если таково и имеется, конечно. Тут еще один пункт не упомянут, но я хотел бы о нем сказать. Есть системы для трекинга исключений, ошибок системы. Ну, самое известное, это Sentry. Я бы рекомендовал тоже такие вещи внедрить, потому что они, ну, позволяют, по крайней мере, понять, какие ошибки происходят уже в текущем проекте, в имеющемся проекте, и как-то их по-быстрому поправить. То есть они нормально визуализируют все это дело, не приходится лазить по логам лишний раз и что-то придумывать. Собственно, как же нам работать с имеющимся у нас проектом? На самом деле все зависит, опять же, от условий. От того, сколько у нас ресурсов, сколько у нас времени на доработке. Есть два варианта, да, побыстрее и получше. Вариант побыстрее, собственно говоря, я бы сказал, на удачу. То есть мы вносим аккуратные изменения. Что это значит? Ну, мы изучаем функционал, который мы должны внедрить. Мы изучаем место, куда мы должны внедрить функционал. Аккуратно его внедряем, все проверяем, смотрим, не произошло ли каких-то проблем. И если не произошло, выкатываем на продакшн. Собственно, проблемы, на самом деле, потом могут появиться, потому что мы тут ничего не говорили ни про тестирование, ничего. И в итоге все сведется к bug driving development, когда мы что-то релизим и ждем, когда чем-то упадет. Это не самая лучшая практика, а лучше, конечно, начать с рефакторинга. То есть системно подходить к переработке уже имеющихся кода. Хочу отметить, что рефакторинг, это очень важный момент, следует проводить отдельно от каких-то функциональных изменений. То есть сначала мы делаем рефакторинг, проверяем все, а потом уже вносим какие-то функциональные изменения, собственно, ради которых мы и сели за работу над этим кодом. То есть ни в коем случае нельзя их смешивать, это плохая практика. Ну, рефакторинг, я тут выделил, это не метод рефакторинга, это паттерны, но это паттерны, которые, в принципе, могут, самые простые, могут помочь в работе уже с кодом. Это фасад, когда мы просто, если есть такая возможность, выделяем какой-то модуль и просто его оборачиваем. И фронт-контроллер, который просто, опять же, может разрулить уже имеющийся код и переправить запросы на более новые его части. Ну, внедрение тестов, понятно, это все производится параллельно с рефакторингом, как бы одно без другого на самом деле смысла не имеет. То есть фактически рефакторинг мы делаем ради того, чтобы правильно тестировать имеющийся код. Ну и, разумеется, изоляция зависимости. Это старый код, как правило, может быть достаточно крепко связан, и нам нужно как-то отдельные модули друг от друга отделять. Ну, самый простой вариант, да, это каждому модулю, скажем так, сделать API некоторое и переключить взаимодействие все на это API. Тогда мы сможем их разделить. Ну, TP-layer — это, в принципе, то же самое, что я хотел рассказать про фронт-контроллер, когда мы просто на уровне TP-запросов часть запросов отправляем уже на какой-то новый модуль кода. Собственно, сейчас я покажу парочку примеров. Я не знаю, насколько их тут хорошо будет видно, наверное, не очень. Но это просто из реального проекта, то есть мы видим какие-то жуткие относительно методы. Это вот только кусочек метода, а на самом деле небольшой. Тут большая вложность, куча массивов. Собственно, что мы с этим можем сделать? Выделяем метод, спрямляем его, ну, на самом деле, в рефакторинге не спрямление называется, честно говоря, не помню как, но суть в том, что мы вложенные условия убираем и получаем, по крайней мере, какой-то кусок кода, который можно нормально прочитать, при этом совершенно не трогая его функциональность. Вот, например, при работе с PHP есть проблемы с шаблонами. То есть то, что вы сейчас видите, на самом деле, это шаблон странички. Как можно решать такие проблемы? Ну, в идеале, конечно, это внедрение шаблонизатора какого-нибудь, например, Твига, но с шаблонизатором есть какая-то сложность. Его если внедрять, то надо внедрять на весь проект. Иногда бывает, что какие-то куски надо тщательно переработать, а с вот этим вот работать невозможно. Ну, например, это можно решить, на самом деле, выносом обработки шаблонов на фронтенд. И в итоге у нас получаются такие небольшие шаблончики, мы просто передаем в них данные и устроим все уже на фронтенде. Еще один момент бывает со сложностями тестирования. Это то, в принципе, о чем рассказывал предыдущий докладчик. Это решается с помощью dependency injection, например. Но есть способ для ленивых, когда мы берем просто… Вот у нас тут есть, создается объект внутри какой-то длинной функции, и, соответственно, это вызывает сложности для тестирования этой функции. Что можно сделать? Мы можем просто взять и подменить это фабричным методом, и, соответственно, потом мы можем просто переопределить в тестах этот метод, и этот метод будет возвращать mock-объект. Собственно, немножко про тестирование. Как нужно тестировать подобную систему? Ну, во-первых, тестировать нужно то, как она работает. То есть выбрать уже имеющийся функционал и его обкладывать тестами, не обращая внимания на то, как она должна работать по ТЗ. Потому что, когда мы вносим изменения, в первую очередь важно не нарушить уже сложившуюся функциональность. Соответственно, даже если там что-то работает вроде бы не так, как должно, все равно лучше начинать с того, что мы будем тестировать это именно так, как оно работает. Во-вторых, обязательно нужно тестировать узкие места. Ну, под узкими местами я в данном случае подразумеваю какой-то функционал, который критически важен для работоспособности проекта. Например, регистрация пользователей или оплата товара. Это такие моменты, которые не должны падать ни при каких обстоятельствах. Какие бы изменения в систему мы не вносили. Ну и что хочется сказать про тестирование. Тестирование – это такая вещь, которую, конечно, лучше начинать внедрять сразу. Опять же, это требует некоторых затрат по времени, но если вы планируете продолжительное время работать над проектом, то это себя откупит, потому что со временем у вас внедрение любой новой фичи будет отнимать все больше и больше времени, потому что проект будет разрастаться. И, соответственно, гораздо больше времени будет отнимать внедрение новых тестов. Ну и небольшой такой порядок действий для примера, опять же. Что делать, если нам достался очень какой-то древний проект, написанный на PHP, опять же, но это потому, что мой стек разработки, поэтому я о нем и говорю. Собственно, в первую очередь нужно подключить автозагрузчик классов, то есть избавиться от всяких инклюдов и реквайеров, вынести все это. Потом, соответственно, нужно уже использовать dependency injection, выносить как-то глобальные переменные именно в этот dependency injection. Часто очень обработка SQL-запросов встречается не с помощью каких-то ORM или active record, а просто, грубо говоря, через ПДО, без всякого экранирования, что, в общем-то, может привести к фатальным последствиям, в том числе и SQL-инъекциям. Такие моменты тоже обязательно нужно перерабатывать. И если у вас проект не соответствует логике MVC, то это тоже стоит принять во внимание и максимально бизнес-логику все-таки вынести в какой-то отдельный слой модели, как вам удобно ее называть. Хорошо бы наладить правильный роутинг, то есть вынести все роуты отдельно, чтобы было видно, что и куда, какие запросы должны вести. Ну и последнее – это уже внедрение какого-то dependency injection контейнера. В принципе, я подхожу к концу. У меня вот остался один слайд. Собственно говоря, к чему все это я говорю? Это к тому, что не надо просто браться за голову, все пытаться переписать, изменить, а все-таки стоит как-то более последовательно подходить к изменениям кода, потому что в коде все-таки важно, на самом деле, не его совершенство, а именно его функциональность. То есть то, насколько он хорошо выполняет бизнес-логику, заложенную в проекте. Ну и в итоге у вас получится, наверное, не такой современный, но, по крайней мере, очень приятно выглядящий результат. Литература, которой стоит ознакомиться, это, собственно, ну, я думаю, фаулер рефакторинг все знают. Физерс – это как раз книга, эффективная работа с унаследованным кодом. И последний автор – это книжка, непосредственно посвященная переработке приложений, которые написаны на PHP. Спасибо. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.